Всем привет! Пока распродажа еще в разгаре, я хотела бы поскорее поделиться с вами своими находками из одежды и также аксессуаров. Если вам интересно, обязательно оставайтесь со мной. Начну я с того, что сейчас надето на мне. Если вы смотрели мой шоппинг-влог, то и так все знаете, но если вдруг пропустили, то уже все рассказываю. Это комбинезон или, как его называют модные фэшн-блогеры, ромпер, который я отхватила в Заре. Он настолько комфортный, но комбинезон это относительно удобная вещь, я их очень сильно люблю и для меня не составляет труда снять это все в уборной. Ну мы тут с вами откровенно общаемся, что ж тут скрывать? Пожалуй, это единственный минус, который я должна озвучить, но лично меня все целиком и полностью устраивает. Он выполнен из хлопка, поэтому телу максимально комфортно, все дышит и даже продувается, так как в верхней части вы можете наблюдать перфорацию, но зато в нижней есть дополнительная подкладка и в принципе ничего не просвечивается. Если сверху надеть такой бежевый бюстгальтер, то, ну как видите, ничего не светится, все нормально, если вас это вдруг смущает. Я не заметила, чтобы этот комбинезон как-то слишком мялся и выглядел неопрятно. Я уже знаю, что этот комбинезон будет одной из тех летних вещей, которые надолго поселятся в моем гардеробе. Думаю, что до того момента, как я не поставлю какое-то пятно или он не развалится, потому что он не слишком трендовый, какой-то яркий, он базовый и классный по качеству. Конечно же, я не смогла пропустить распродажу в Mango, не все вещи вышли на скидку, но все равно очень советую вам заглянуть к ним, так как последние коллекции у них просто фантастические. Еще до распродажи я присмотрела себе футболку из сарафан, которую я когда-то увидела на их манекене, стилист также подобрал к этому образу очки кошечки черного цвета и шлепанцы. И я еще тогда подумала, что это сочетание выглядит супер стильно, и когда увидела, что вещи можно купить со скидкой, не смогла себе отказать, потому что они были абсолютно недорогими. И при этом всем футболка из плотного катона, а сарафан выполнен из льна. Меня абсолютно не смущает легкая помятость, главное то, что этот лен не колючий и в нем не жарко. А вот футболка тоже классная, я сейчас говорю не только о материале, а о самом крое мне нравится, когда вещь не слишком широкая и короткая. Если вы понимаете о чем я сейчас, какой-то такой странный тренд, я не знаю кто такое носит, расскажите мне, может я не в теме. Но при моем росте 1,62 м, она даже чуть-чуть длинновата. Для меня это плюс, я могу ее заправлять куда угодно, и мне нравится, когда рукав немножко подвернут. Тогда весь образ смотрится как-то более стильно, собрано. Ну вы смотрите сами, что идет. Лично вам мне нравится носить именно так. Еще один плюс этой футболки в том, что надпись на ней не просто напечатана, она вышита. И вот эта вышивка смотрится как-то еще более достойно, что ли. На этой распродаже я больше ориентировалась на осенне-весенние вещи, на то, чего мне не хватает в моем гардеробе. Я давно искала какой-то жакет в цвете хаки, и хотелось не просто купить очередную такую удлиненную модель, а что-то более интересное, стильное и возможно даже с поясом. Такое я нашла в Mango. Это именно тот оттенок хаки, который я искала, он и не слишком зеленый, и не такой холодный, каким иногда бывает цвет хаки. Я надеюсь, я сейчас вас не запутала. Короче, выглядит он вот так. Меня привлек фасон, мне нравится то, что это не такая слишком жакетная ткань, то есть она более мягкая, и вот эти вкусные детали придают ему особую изюминку. Я сейчас говорю о погонах, о вот этой складке сзади, о каких-то петельках, о поясе, которые дополнительно подчеркивают талию. Ну и еще раз скажу о цвете. Он очень классно смотрится и со светлыми оттенками, и также с темными, поэтому я смогу его носить в любое время года. В примерке вы уже видели туфли. Давайте я о них скажу пару слов. В моем шопинг-влоге мы вместе с вами их примеряли в Massimo Dutti. Они показались мне не просто стильными, но и удобными, а удобство это один из главных критериев. Лично для меня при выборе обуви и всегда стоит вопрос, брать 37 или 38? У меня 37,5, и это какая-то беда. В общем, купила 38. Если вдруг они растянутся, я просто докуплю какую-то стельку, ну, лучше так, чем какой-то 37, который будет нежать с каждой стороны и, возможно, вообще никогда не разносится. Кстати, эти туфли подавались очень-очень хорошей скидкой. Они выполнены из кожи, и они каким-то волшебным образом делают каждый мой наряд более собранным и стильным, даже если я надеваю самые обычные вещи. В том же Massimo Dutti я увидела вот этот жакет в клетку, он сразу запал мне в душу. Я хотела купить сразу несколько жакетов на осенне-зимний сезон, но уже ношу его даже летом. Расцветка очень универсальная, здесь разного цвета полосочки. И я считаю, что жакет это та вещь, которая должна быть в гардеробе каждой из нас. Вы сможете носить вот такое изделие и на работу, и на день рождения, и даже на какие-то мероприятия, типа там, не знаю, крестины и всякое такое. На вечеринку, когда летом прохладно. Для меня это не только офисная одежда. Я ношу жакет и с конверсами, и с чем-то на каблуке, и с балетками, даже с сандалями. В общем, я себе не представляю свой гардероб без разного плана жакетов. В вот этом жакете прекрасно все. Я хотела не слишком темный, чуть-чуть бежевато-коричневый жакет. И вот он. Это мой выбор. Мне нравится здесь и манжет, и пуговки. Они светлые. И ткань. И, ну, в общем, Массимо Дутти меня также очень сильно порадовали. И здесь такая светлая полосочка, и горчичная. Короче говоря, если вы искали себе идеальный жакет в клетку, то обратите внимание на вот этот жакет. Возможно, это именно то, что вы искали. Абсолютно не характерная мне вещь. Вы крайне редко видите меня в чем-то, что сидит по фигуре. И длина, казалось бы, тоже прямая, у метр шестьдесят два не особо. И принт должен расширять. Речь идет о вот этом платье, которое я отхватила в Массимо Дутти. И вы знаете, я довольна тем, что я приобрела. Это что-то, что позволило мне хоть чуть-чуть выйти за рамки своего стиля, если он вообще у меня есть. Но мне очень нравится сейчас экспериментировать. На то и есть распродажи, чтобы покупать что-то новое, пробовать, примерять. Если не подружитесь с этой вещью, то, в принципе, ничего страшного. Это не какие-то миллионы. Я заплатила за это платье 100 злотых, 110, по-моему, или как-то так. Ну, то есть на него тоже очень хорошая скидка. Вот 179 я бы не дала столько. А вот с 34% скидкой я уже готова была рискнуть. У меня размер XS. И, как видите, это платье не полностью меня обтянуло прям как футляр. И у него темно-синий цвет. Не слишком плотная, но и не какая-то чрезмерно тонкая ткань. То есть белье не просвечивается. Если есть какие-то несовершенства, оно может это подчеркнуть. Главное, не берите размер впритык. Но, так как я сказала, оно далеко не маломерит. Короче говоря, я не знаю, что скажете вы, но мне как-то вот прям кайфово в этом образе. Раз я уже завела тему экспериментов, покажу вам свою находку, на которую я не могла решиться за полную цену. Мне казалось, что бахрома и пайетки, такой а-ля твит. Вообще, что происходит? Но, когда я увидела, что остался один единственный экземпляр в моем размере, вот этого не совсем жакета и не пальто и даже не кардигана, я решила возьму, ладно, в Заре принимают возврат в течение 30 дней. Если что-то пойдет не так, отдам. Теперь я понимаю, что очень даже стоило. Это довольно объемная и увесистая вещь, такая конкретная. Это то, ради чего стоит копаться на распродаже в Заре. Серьезно, я считаю, что это абсолютная жемчужина моего гардероба. Самая лучшая вещь, которую мне удалось купить на этой распродаже. Так как она настолько необычная, она смотрится интересно. И даже если ее надеть с каким-нибудь обычным топом, со скини-джинсами, с зауженными брюками, с темными, со светлыми, с платьем-футляром, с лодочками, даже с конверсами, кто-то может поспорить, засомневаться, но тоже сойдет. Главное все как-то сбалансировать. Ну, конверсы я не считаю какой-то суперспортивной обувью и надеваю их и с жакетами, со всякими такими вещами. Но сейчас мы говорим конкретно о вот этом, не знаю, как это назвать, кардиган, жакет. И даже можно сказать, что это пальто, так как оно плотненькое, вот только оно не застегивается. И, в принципе, даже если бы я шла на свадьбу, скорее всего, это было бы какое-то однотонное платье, я без проблем смогла бы надеть вот эту вещь сверху, если бы было чуть прохладно. Так как она вот какая-то такая и не слишком яркая, но и при этом нарядная. Что скажете вы? Я прям балдею от нее, и вот эти пайетки, все это смотрится как-то уместно и играет между собой. Класс! Едем дальше. Мой очередной модный эксперимент. Это вот такая юбка песочного цвета. Я ее отложу, так как она немножко шелестит, и в примерке вы и так все рассмотрите. Если бы кто-то лет 10 тому назад сказал мне, что я когда-то надену юбку такого фасона и такой длины, я покрутила бы у виска. Ей-богу! Сейчас мне кажется, что это выглядит так женственно и элегантно. И как ни странно, в этой юбке я себя чувствую еще более привлекательно, чем в мини. К ней, ну не только к ней, я вообще просто купила футболку в манго. Она довольно объемная. Но когда я надела вот эти две вещи вместе, мне показалось, что да, это именно то сочетание. Она из плотного катона, она с такой бежевой строчкой. И в принципе с любой другой вещью я смогу носить вот такую футболку, и она довольно длинная. Для меня это небольшой минус. У меня размер S, я даже не знаю, есть ли XS, нет. Это самый маленький S, M и L. То есть она такая универсальная. Мне кажется, что даже на M сойдет, так как великовато. И именно поэтому я подворачиваю рукав, чтобы она не смотрелась вот прям каким-то конкретным мешком на мне. А когда я все заправляю, то даже как-то особо не бросается в глаза то, что она такая вот объемная. А вот следующая юбка может далеко не всем понравиться, в принципе, как и предыдущая. Но мне это все носить, вас никто не заставляет примерять мини, да еще и из эко-кожи. Вы не ослышались. Но я увидела ее в Mango и посчитала, что если я возьму на размер больше, она будет сидеть более свободно. Не будет меня как-то вульгарно обтягивать, не будет слишком короткой. И не будет как бы разрезать мой силуэт. То есть не будет меня укорачивать. Если ее носить с чем-то на плоском ходу, еще не помешали бы колготки. Но поймите меня правильно, за окном было 30 градусов, когда мы снимали примерку вот этих вещей. Так что уж простите вот этот недочет. И сверху я собираюсь надевать что-то более расслабленное, такое в стиле casual. И мне кажется, что это выглядит очень стильно, интересно, свежо и молодежно. Здесь на фоне лежит очень уютная и дорогая лично мне вещь. Это кардиган от моей подписчицы. И я сейчас не стану его раскладывать. В примерке вы и так все посмотрите. Недавно я даже выкладывала фотографию в Instagram. Многим он понравился. Спрашиваете, где можно заказать. Так вот, есть девушка Лиза, она из Одессы. Она вяжет вещи под заказ. Можно выбрать другую модель, другую вязку, другой цвет, другую пряжу. То есть у меня вот этот кардиган из шерсти. Он реально очень теплый. Это не первая вещь, которая у меня есть от Лизы. И она вообще, ну они не скатываются. С пряжей все нормально, не растягиваются. И я каюсь, каюсь. Мой кардиган висит на плечиках и не вытягивается. Я не знаю, как это возможно. Вы, может, так не делаете. Я просто говорю о том, что с вещью все до сих пор отлично. И это настолько уютный кардиган. И я просто не могу нарадоваться. Лиза, спасибо тебе огромное. Собираю комплименты не только в сети, но и в реальной жизни. Так что, если вы ищите кардиган из шерсти, какую-то интересную, классную по качеству одежду, ссылку ищите в инфобоксе. И я постараюсь также найти ссылки на то, что еще есть онлайн или на какие-то похожие вещи. И последняя категория. Это бижутерия. Серьги, которые вы могли наблюдать во многих образах из этого видео, были куплены в парфуа. У них сейчас огромнейшие скидки, минус 70%. И мне очень нравится их бижутерия. Кстати, вот эти сережки я покупала на зимние распродажи. Там был целый комплект. И я просто ношу разные серьги. Ну, мне нравится. Когда одна такая, вторая такая, но из одной серии. И вот в парфуа обязательно сходите, посмотрите даже на несколько сезонов. Или на несколько раз, господи. Найти что-то такое стильное, интересное. Ну, их бижутерия мне всегда служит очень долго. Всегда их очень хвалю. В Заре я нашла серьги. Точнее, это был комплект. Но вторые мне совсем не нравятся. Они какие-то такие, ну, некрасивые они выглядят. Вот, честно признаюсь. А вторые прикольные. Они тяжеленькие. И это не те сережки, в которых вы проходите целый день. Но я вчера умудрилась даже на велосипеде в них покататься. Я была в шортах с цветами из манго. И вот эти сережки классно подходят. И коралловый цвет у лица. Лично мою внешность освежает. Вот такие сережки есть в Заре. Они представлены в разных расцветках. В каком-то невероятном количестве. Я надеюсь, что они доехали в другие Зары. Они только все сгрузили и отправили в Польшу. Такие сережки. И еще одна пара, уже последняя, которую мне удалось купить в Бершке. Я показывалась в них в сторис. И очень многие спрашивали, где я такое купила. Их, в принципе, очень много на Алиэкспресс. Алиэкспресс в разных расцветках, размерах и разного цвета. Я купила вот эти в Бершке. И планирую снять один сегмент. Потому что они мне все-таки великоваты. Сейчас вижу, что испачкала втоналку. Но это такие сережки, вот знаете, реально на несколько раз. Но за такую цену мне не жалко. Смотрится прикольно. Повеселить себя и окружающих. Почему бы и нет. На этом у меня все. Буду заканчивать. Я надеюсь, что вы получили нужную дозу вдохновения. Если вам понравилось, не забудьте поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Я стараюсь для вас. И также, если вы знаете, где можно купить классические бежевые лодочки. Вот прям беж-беж. Без розовинки, без рыжинки. Обязательно поделитесь со мной. И также я нахожусь в поиске какой-то классической черной сумки. Мне хочется, чтобы она была среднего размера. И имела жесткую форму. У Наташи на фи-видео я видела очень классную бежевую сумочку. Что-то в этом духе. Если вы не смотрели видео Наташи и Даши, я также оставлю ссылку внизу. Девчонки, вы огромные молодцы. Прям кайфовое видео. И лично меня очень сильно вдохновило. Девчонки, советую и вам. Все. На этом будем прощаться. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.